МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всем привет! Это программа «Семейный совет» для родителей и тех, кто только планирует ими стать. Сегодня в выпуске. Буду мамой. Что успеть до беременности? Пошаговая подготовка. Сладости. Главный атрибут детства или яд для ребенка? Клубничный сандэ. Готовим главный витаминный десерт этого лета. Пока не доешь, из-за стола не выйдешь. Стоит ли заставлять доедать ребенка? А сейчас полезная информация для тех, кто только планирует стать родителями. С чего начать подготовку? Ответит врач-репродуктолог. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Планирование беременности – это залог с рождения здорового ребенка. Что же нужно сделать супружеской паре, которая запланировала рождение малыша? До беременности нужно обязательно успеть посетить врача-кушера-гинеколога, отказаться от вредных привычек, прекратить прием препаратов, которые могут вызвать формирование пороков развития плода или оказывать влияние на плод, по возможности снизить вес, нормализовать режим питания, режим труда и отдыха. Обязательно необходимо посидеть стоматолога до планирования беременности. Обоим супругам – мужчине и женщине – необходимо провести инфекционный скрининг. То есть обследовать, не являются ли носителем гемоконтактных инфекций, таких как гепатит, БЭЦ, сифилис, а также ВИЧ-инфекция. Очень важно на этапе плегравидарной подготовки провести скрининг рака шейки матки, скрининг рака молочной железы. Существуют такие вирусные инфекции, как краснуха, коль и ветряная оспа, которые в значительной степени оказывают влияние на течение беременности, а также некоторые из них могут приводить к формированию пороков развития плода. Поэтому обследование на наличие антител, то есть иммунитета к данным инфекциям, является необходимым. В случае отсутствия антител у женщины необходимо провести на плегравидарном этапе вакцинацию. Через 1-2 месяца после проведения вакцинации женщина спокойно может планировать беременность. Если у супружеской пары были в прошлом проблемы с деторождением или живых родственников, имеются дети с наследственными заболеваниями, то необходима консультация генетика. Родители могут быть внешне абсолютно здоровыми, но являться носителями различных моногенных заболеваний. И если два таких носителя встречаются, то вероятность рождения больного ребёнка данной супружеской паре достигает 25%. Существуют современные методики, которые позволяют родить ребёнка абсолютно здорового, даже у родителей, которые являются носителями генетических заболеваний. На этапе планирования беременности очень важным является выявление скрытого дефицита железа. Данное состояние достаточно распространено среди женщин в наше время, потому что питание зачастую является неполноценным или несбалансированным. Железо – это микроэлемент, который активно расходуется растущим плодом во время беременности. И если мы до беременности не скомпенсировали данный дефицит, то во время беременности вероятность того, что наступит анемия, будет очень высокая. В настоящее время дефицит витамина D обнаруживается очень у многих людей, и будет хорошо, если его скомпенсировать до начала беременности. За три месяца до планирования беременности необходимо начать приём фолиевой кислоты. При отсутствии беременности в течение 12 месяцев и больше у женщины в возрасте до 35 лет и 6 месяцев в возрасте сташе 35 лет супружеской паре необходимо обратиться на консультацию к репродуктологу. Репродуктолог назначит обследование уже не только для женщины, но и для мужчины. Конечно, детство у многих ассоциируется именно со сладостями. Я помню, как родители покупали мне мороженое на прогулке, и тогда оно казалось самым вкусным в мире. Это было 20 лет назад. Сейчас же многие родители не разрешают даже пробовать конфеты своим детям. Так ли вреден сахар? И есть ли какая-то безопасная норма его потребления для ребёнка? Давайте разбираться. Я считаю, что сахар, безусловно, для детей, наверное, не самая полезная вещь. И да, их в этом, я считаю, нужно ограничивать, потому что уж очень им вкусно, уж очень хочется. А содержание сахара в разных продуктах они, естественно, не контролируют. Поэтому я думаю, что это должно быть зоной ответственности родителей. Ну, если нет никаких противопоказаний у ребёнка, то, конечно, сладости, там, те же самые конфеты, какие-то десерты, это всё должно быть, но, естественно, всё должно быть в меру. Здесь я ничего нового, я думаю, не скажу. Ребёнку важно давать понимание, что если, допустим, папа принёс, или Дед Мороз проговорился, Дед Мороз принёс, например, коробку новогодних конфет, это не значит, что эти все конфеты должны быть прямо здесь и сейчас съедены. Всё зависит ещё от качества той еды, которую ты даёшь. Сладости, они тоже имеют такие свойства, как хорошие и не очень хорошие. Но всё равно стараешься побаловать иногда, стараешься. Какое-то мороженое, там, немножко шоколада. Ну, прям, чтобы давать сахар ложками, я считаю, нет, конечно. Чем меньше ребёнок ест сладкого, тем будет он здоровее. Ну, это моё личное мнение, я не врач. В любом возрасте избыточное поступление сахара вредно, естественно. Поэтому, конечно, рекомендуется детям ограничивать сахар, учитывая, что сейчас доступность сладостей очень большая. Один из вредных продуктов – это, конечно же, сладкие напитки. Соки, морсы, компоты. Родители любят их давать. Хотя на самом деле это жидкость, содержащая сахар. И бесконтрольное употребление сладкого питья – это бесконтрольное употребление сахара. Самый основной вред, и в том числе зубам, приносит карамель. Конечно, после карамельки на зубах очень длительно остаётся такой налёт типа глазури, который довольно тяжело счистить. И это пагубно влияет на микрофлору рта, провоцирует развитие карица. Поэтому, конечно, карамельки лучше исключать. Можно давать ребёнку сладости? И, конечно же, нужно. Ну, конечно, если эти сладости будут более или менее полезны. Это могут быть сладости на основе натурального мармелада, какой-то пастилы, каких-то натуральных джемов. Ну, конечно, можно. В наше время сложно не давать ребёнку шоколад. Ну, всё-таки лучше выбирать, пускай и молочные, но хотя бы без всяких посторонних добавок в виде глазурий, каких-то, как сказать, помадок и так далее. Пусть это будет просто плитка шоколада дозированная. Совсем не обязательно отправлять все десерты в чёрный список. Сладости тоже могут быть полезными. Сегодня вместе готовим клубничный сандэ. Всем привет! Сегодня мы с моей тёзкой Дашей... Всем привет! ...готовим десерт сандэ. Мам, мне не дадёт много сладкого есть. Этот десерт не только очень вкусный, но и очень полезный, потому что там много свежих фруктов и ягод. Этот десерт мама точно одобрит. Какие твои самые любимые фрукты или ягоды? Это клубника, голубика, малина и ежевика. Ну, половина из них будет точно в нашем десерте. Ура! Для этого прекрасного десерта нам понадобится голубика... Голубая. Клубника. А также клубничное пюре, которое мы сделали из обычной клубники и сахара, перебив в блендере. Вкусно. Ещё мы сделали заварной крем, который перемешали со сливками и охладили, чтобы он был холодным. Давай начнём с фруктов, подготовим их, точнее с ягод. Берём клубничку. Выбирай самое красивое, которое тебе нравится. Вот это. И нужно отрезать у неё хвостик. Так, отрезаем. Я уже резала. Ты уже резала сама? Да. Ну, давай тогда посмотрим, как ты справишься. Аккуратно. Пальчики. У тебя отлично получается. Ты станешь поваром, наверное. А кем ты вообще хотела стать в будущем? Торты делать. Тортики? Да. Ну, ты будешь кондитером, да? Да, кондитером. Отлично. Клубнички нам, наверное, хватит, чтобы десерт был вкуснее, кусочки поменьше были, как голубичка. Мы поряжем клубничку ещё на четыре части. Сможешь сама? Смотри, берём так. Один и два. У нас получилось четыре красивеньких кусочка. Аккуратно пальчики. Угу. У нас, кушай, не волнуйся. Спасибо. Сладенькая? Угу. Так, теперь всю клубничку перекладываем в стаканчик обратно. Угу. Берём клубничное пюре и первым слоем его наливаем. Смотри, какой красивый. Дальше берём кремушек. Угу. Давай покажу, по краю выложу, а ты остальной слой. И выкладывай дальше. У тебя отлично получается. Спасибо. Ты вот дома десерты готовила когда-нибудь? Нет. А попробуешь? Да. Сделаем ещё прослоечку из клубничного пюре. Угу. Сверху полей чуть-чуть немного. Ой. Поливай вот так, сеточкой. Ой. Ещё чуть-чуть крема. Послоечка у нас готова. Кремом выкладываем. Немного, буквально чуть-чуточку. Чтобы поставить место для наших фруктов. Теперь выкладываем клубнику и голубику. Что первое начнём выкладывать? Голубик. Голубика, давай. Середина? Ну да, красивенько. Может, цветочком. Как тебе больше нравится. Я сначала по кружочку, а мне её сердечко сделаю. Сердечко. Маме сердечко посвящаешь? Да. Наша сердечка превратилась в цветочек. Да. Ну давай, по краю растаем клубничку. Потому что так красивее будет. Смотри, как красиво получается. Вот так клубничная корона у нас будет. Ой, повезло твоей маме. Будешь теперь каждое утро ей на завтрак готовить десерты. Да. Ты это теперь умеешь. Да. Я теперь знаю рецепт. Вот так. Мамуля, просыпайся. Твой завтрак готов. А там на кухне стоит санды. Да. Я думаю, достаточно. Какой красивый десерт у нас получился. Самое время пробовать. Да. Бери десертик. Ага. Ммм, скучно. Ложечку за маму. Ложечку за папу. Чтобы накормить своего малыша, многие родители устраивают практически танцы с бубнами. Другие же, наоборот, строго сообщают своему ребенку, что никаких мультиков, пока все не доешь. Правильный рацион, конечно, важен. Но стоит ли заставлять доедать ребенка? Давайте разбираться. Моя Лера года в два, в три не ела практически ничего. И в тот момент как раз была очень популярна реклама «Малоешек». И даже это я пробовала давать. Был какой-то период, я не знаю, с чем он связан, хотя она была абсолютно здорова. Она ничего практически не ела. Это был кошмар, конечно. Я считаю, ребенок сам знает, какую порцию, какое количество еды ему нужно съесть. Иногда нужно от ребенка просто отстать в какие-то моменты, да, не перегружать его едой, не заставлять ни в коем случае, не манипулировать тем, что если ты не съешь, ты не пойдешь на улицу. А ребенок чувствует сам по себе, когда ему достаточно. Наверное, не нужно пускать все на самотек, потому что основы вкусового и пищевого поведения у ребенка формируются в семье. Поэтому то, насколько родители смогут это сформировать, наверное, очень сильно повлияет потом на пищевое поведение ребенка в будущем. Безусловно, это нужно делать не насильственно, но как-то так достаточно, может быть, в какой-то мере строго. Дочь Кира, она вот с самого детства у нее действительно... Вот это буду, это не буду. Соответственно, здесь тоже как-то пытались этот вопрос решить. У супруги, у моей жены, у нее такой подход, что не хочет, пусть не ест, не надо заставлять. Все. Проголодается, съест. То есть, если ребенок не хочет, как бы, вот она, да, она может там что-то поклевать, как бы, и все. А сынам этих проблем почему-то вообще нет. Очень часто родители беспокоят то, что ребенок, на их взгляд, ничего не ест или ест очень мало. И в данном случае родители стараются вот докормить, заставить ребенка доедать все, что есть на тарелке. На самом деле в этом вопросе нужно быть очень аккуратными. Очень часто вот такое пищевое насилие является причиной различного рода расстройств пищевого поведения, которые проявляются уже во взрослом возрасте. Существуют, конечно, нормы питания, разработанные нутрициологами. Но в данном случае лучше ориентироваться на здравый смысл. И смотреть, если ребенок весел, бодр, активен, возможно, ему просто достаточно этого объема питания. Во-вторых, может быть такая ситуация, что болеющий ребенок, конечно же, будет отказываться от питания, от еды. Такие моменты ребенку просто предлагать почаще пить нужно. Далее немаловажным таким фактором является, насколько ребенок нагулял аппетит. Важно понять, была ли у него физическая активность в течение дня, гулял ли он на свежем воздухе, потому как аппетит он не появляется, когда мы лежим с гаджетами на диване. С маленькими детьми также важно, чтобы была посуда какая-то интересная, чтобы на дне этой тарелочки, когда ребенок заканчивает кушать, он видел что-то очень интересное, какую-то историю. Также очень хороши игровые моменты, когда ребенок отказывается кушать, ему неинтересно. Можно внедрять какие-то элементы сказкотерапии, придумывать различные интересные истории на эту тему. И тогда этот процесс будет гораздо приятнее протекать и для вас, и для ребенка. Это была программа «Семейный совет». До встречи через неделю!